Я вас приветствую, вы на канале TradeFact, на связи Глеб и в этом видео расскажу, почему 13 декабря может действительно взорвать цену биткоина. Приведу определенные аргументы, подготовлю вас к этому событию, чтобы вы могли на нем заработать или как минимум не потерять свои средства. Это видео мы поделим на две части. В первой части проанализируем график битка, что произошло за последние несколько дней, что мы можем ожидать на ближайшее время, то есть на ближайшие несколько дней. А во второй части перейдем непосредственно к объяснению, почему 13 декабря важно, очень важно для крипторынка и зачем нам нужно следить. Давайте разберемся с текущим графиком битка, что у нас остаются актуальными эти все уровни поддержки, то есть 16300, 16540 и 16770. И у нас остаются актуальные уровни сопротивления 17200, 17400 и 17636. Это из ближайших уровней. Вы также должны понимать, что в прошлом видео мы разбирали эти уровни сопротивления, откуда у нас в принципе цена уже отбивалась где-то на 1,5%. Это первое по ближайшему, что вы должны понимать. Также за последние где-то дней 10 у нас есть флэт в районе 3,5% и пока что цена не торопится куда-то уходить. Еще, ребят, из важного, что я вам хотел показать именно по технике, по техническому анализу, что у нас была определенная восходящая трендовая, где у нас были следующие движения. Раз удар, два удар и вот как раз пришелся третий удар. Что из интересного, эта трендовая выдержала и от третьего удара мы отскакивали более чем на 3,5% вверх. Пока что эта трендовая остается актуальной, мы продолжаем за ней следить и как только мы увидим, я снова повторяюсь, я уже рассказывал об этом паттерне, что мы закрепляемся ниже, то у нас большая будет вероятность, что мы пойдем уже на отметке 16,500 и возможно ниже. Но пока цена у нас удерживается, это значит, что у нас сохраняется обычный позитивный драйв и в принципе отсюда мы еще очередной раз можем отскакивать где-то на 17,500, возможно даже на 18,000 долларов. Это опять же на ближайшее время. Но теперь переходим к самому интересному, что должно такого произойти, почему именно 13 декабря у нас есть потенциал на то, что цена действительно взорвется и уже выйдет из этого диапазона. Если мы будем пробивать вверх, выйдет отсюда, если будем пробивать вниз, то выйдет отсюда. Но прежде чем перейти к этому разбору, ребята, у меня для вас хорошие новости, что судя по всему Bybit продолжает акцию до 30,000 долларов за регистрацию. Ссылку я оставляю в описании под видео, либо по этой ссылке, либо по коду 40255. Биржа крутая, входит в топ-3 по деревативному рынку. Я лично пользуюсь этой биржей и мы торгуем с трейдерами на этой бирже, поэтому искренне могу вам ее рекомендовать. Опять же, чем полезна данная биржа, что она сейчас не подлежит санкциям, то есть вам не забанят ваш депозит, не заморозят по санкционным причинам, что проходят очень жирные классные акции. После регистрации вы обязательно идете в бонусный центр и там смотрите, как вы можете получить от 50 долларов до 30 тысяч долларов. Так что, ребят, моя искренняя рекомендация, присоединяйтесь, пока что действует такая жирная акция. И, кстати, на споте там нулевые комиссии, что тоже очень может быть вам кстати и очень полезно. Ну а теперь по интересному. 13 декабря, что у нас будет происходить? Давайте с такой ночной небольшой прелюдии. И буквально вчера у нас выходили данные по производственному индексу в США. Что у нас в этом секторе, в производственном секторе произошло? У нас было ожидание 0.2 и 0.2, но у нас вышли данные 0.4 и 0.3. Чтобы сейчас сильно это не углубляться, не затягивать этот ролик, скажу как есть максимально. Сейчас ориентируемся по цифрам. Так вот, ребят, 0.2 и 0.2, если бы у нас вышли ожидания ниже, это было бы хорошо для крипторынка. Но в данном случае у нас фактические данные вышли выше, чем ожидания. Это говорит о том, что доллар США на этом фоне у нас немножко укрепился. Но когда у нас укрепляется доллар США, в этот момент у нас страдает биткоин. На битке происходит все немножко хуже. То же самое и на фондовом рынке США. Когда у нас выходят данные выше, чем ожидания, то это плохо для фондового и для крипторынка. Это было в 16.30. Давайте посмотрим, как в этот момент у нас отреагировал биток. Найдем время 16.30 за вчерашние сутки. Вот, мы видим, как цена битка у нас пошла сразу вниз. Такая огромная свеча на 1%. Просто там буквально это за несколько минут происходило. То есть вы должны понимать, что есть такая определенная корреляция. Что индекс, который у нас вышел по производственному сектору, он заложит ожидания на важную, важнейшую для нас дату, которая будет 13 декабря. У нас будут объявлены новые данные инфляции США. Это также еще называется индекс CPI. Что здесь для нас важно? Первое, это углубиться. Почему вообще этот индекс важен? Потому что сейчас самая большая проблема в США, в экономике США, это очень высокая инфляция. То есть они хотят стремяться к уровню около 2% за инфляцию. Но на текущий момент она составляет 7,7%, что крайне много. Но за последнее время есть определенная тенденция на ее снижение. И самое важное, подтвердится ли у нас эта тенденция 13 декабря. Потому что сейчас крипторынок, не считая инцидента с биржей FTX, напрямую коррелирует с фондовым рынком и от него очень сильно зависит. И очень сильно будет зависеть настроение, будет ли у нас в ближайшее время bullrun, либо у нас продолжится какая-то такая нейтральная медвежка. Все будет очень сильно зависеть от выхода экономических данных США. И один из таких самых главных критерий это экономический индекс, который называется CPI, то есть инфляция в США. Это не производственная инфляция, в отличие от индекса PPI. Это уже непосредственно сама инфляция, с которой сейчас ФРС США пытаются активно бороться. Тем самым они из-за этого повышают процентные ставки ФРС США. Так вот, во-первых, запоминаем 13 декабря, время 16.30 Москва, 15.30 время Киев. Что для нас важно, если у нас выходят данные, которые выше, чем 7.3, то есть ожидается, что инфляция упадет 7.7 на 7.3, то если данные выйдут, например, 7.4, 7.5 или выше, это будет максимально негативный. То есть чем больше отклонения, например, 7.5, 7.6, чем больше мы отклоняемся от этой цифры вверх, тем значит, что уровень инфляции у нас не оправдался с нашими ожиданиями. На текущий момент цифра 7.3, то есть инфляция, уже плюс-минус заложена в цене. Если у нас, например, выходят данные 7.5, то в таком случае мы можем действительно увидеть первый выход из этого флета, который у нас длится порядка 10 дней, и мы можем упасть в этот диапазон, это как такой минимум. А как максимум мы можем очень легко прошить этот диапазон и уйти уже за него на отметке в 16 тысяч, в 15.700, в 15.500, и может даже обновим свое локальное дно, которое у нас было за последние два года. Вы должны очень четко понимать эту корреляцию и такую вероятность. То же самое, если у нас данные выходят, наоборот, более позитивные, то есть инфляция падает сильнее, а падает она, например, на 7.2, 7.1, 7% составляет инфляция, то это мега позитивный драйв и для фондового рынка США, и аналогично для крипторынка, то в таком случае мы можем увидеть, как мы легко пробиваем этот диапазон сопротивления и отправляемся уже на 18 тысяч плюс, на 18.500, в общем, в зависимости от данных, какое у нас будет отклонение, такая сила у нас будет этого движения. Поэтому именно 13 декабря у нас может произойти действительно такой взрыв цены, хотя, как бы это абсурдно ни звучало, если биток сделает 6% вверх, или наоборот, если биток там сделает 6-7% вниз. Почему это считается взрывом? Да потому что за последнее время у нас волатильность совершенно небольшая, и, во-первых, в моменте мы можем увидеть очень хороший вынос цены там на 5, на 6, на 7%, это во-первых, а во-вторых, у нас эта динамика может закрепиться, то есть поначалу, допустим, у нас вышли данные, которые ниже, например, новая инфляция составляет 7%, то есть упала, вопреки ожиданиям, еще сильнее, то мы можем увидеть в моменте что-то такое, затем небольшой откат про торговку, и в целом дальше потенциал выходить уже там на 19 тысяч долларов и так далее. Это реально, что еще нам важно будет увидеть, об этом уже расскажу в следующем видео. У нас 14 декабря будет не менее важное событие, в этот раз совпало, что у нас идет два подряд важных события, чтобы сейчас не перегружать вас информацией, ребят, сконцентрируйте свое внимание на 13 декабря, выходе данных инфляционных. Также, если вы сейчас не очень сильно разбираетесь в этих данных, как их трактовать, что делать, то настоятельно рекомендую подписаться вам на мой телеграм-канал, здесь я буду ближе к 13 числу и после выхода данных подробно, в текстовом режиме, возможно, отдельные эксклюзивные видео именно для нашего телеграм-комьюнити записывать, что ждет рынок дальше, как ориентироваться, как торговать. Поэтому ссылку на телегу оставляю в описании под видео. Телеграм-канал абсолютно бесплатный, от вас ничего не нужно. Рекомендую вам подписаться, чтобы оставаться в курсе, а как у нас пройдут новые инфляционные данные, как повлияет на это на крипторынок. И, в общем, все это буду подробно вам вещать. Так что, ребят, на сегодня, пожалуй, у меня все. Основные моменты, что мы можем ожидать на ближайшие дни, рассказал. И самое важное, куда нам нужно смотреть, от чего у нас должно быть отклонение, отклонение от цифры 7 и 3. И в зависимости от этого отклонения, у нас будет дальнейшая развязка на битке. И, возможно, она уже будет более глубинная и более качественная. Надеюсь, вам такой обзор был полезен. Если это так, то поставьте лайк под данным видео, напишите комментарий, что думаете вы, что ожидаете на 13 декабря. И самое главное, не забудьте подписаться на канал. Возможно, я вам еще окажусь полезен. Все, ребят, всем желаю хорошего дня. Пока!